Совершенно секретно посвящена творчеству Юлиана Семёнова. Это, в общем-то, всеми признанный мастер-детективом. В общем-то, мы очень редко обращаемся к писателям-детективщикам, потому что, в общем-то, очень редко относим писателей-детективщиков к русской литературе. То есть считается, что детектив, надо сказать, более мелкий и более, так сказать, несерьёзный жанр. Но Юлиана Семёнова мы решили всё-таки не пропустить, потому что он один из немногих авторов детективного жанра, у которого получалось именно детективы. В самом деле это произведение искусства, это произведение литературы. Кстати, у нас в библиотеке есть очень много книг Юлианы Семёновой. Практически у нас в библиотеке находятся два собрания сочинений Юлианы Семёновой. И, в общем-то, вы сможете, если какая-то книга вас заинтересовала, какую-то книгу вы не читали, вы как раз её можете взять и прочитать. Благо, это и дата, так сказать, соответствует и дате. И помимо всех известных произведений, у нас есть книга, называется «Юлиан Семёнов», которая из серии «Жизелл». Книгу написала Ольга Семёнова, дочь писателя. Если вас заинтересует биография Семёнова, чтобы её наиболее полна, пожалуйста, всем советую взять эту книгу. Книга вообще очень толстая, где-то 600 страниц. То есть здесь нам, как говорится, не хватило бы, наверное, и суток, чтобы рассказать всё то, что описано в этой книге. Поэтому я думаю, что, допустим, прочитав эту книгу, вы получите Юлиане Семёнове наиболее точное представление, поскольку пишет «Родная дочь». А если у кого-то в библиотеке в домашней нет книг Юлиана Семёнова, вот здесь мы выставили вот на этой полочке. Это у нас, получается, четвёртая полочка. Эти книги дары нам подарили читатели. У нас есть роман «Юлиан Семёнов лицом к лицу». Если у кого дома нет, вы можете эту книгу взять домой, не записывая в библиотеке. Юлиан Семёнов «ТАСС» уполномочен заявить. И Юлиан Семёнов «Без единого выстрела». Если у вас этих книг дома нет, то вы можете эти книги взять себе домой, в свою домашнюю библиотеку. Потому что мы знали, что в этом году будут мероприятия, и специально для этого мероприятия откладывали книги на дары читателей. Ну а сейчас мы как раз перейдём непосредственно к нашей теме. Итак, 8 октября 1931 года родился создатель самого популярного героя-анекдота, самого известного отечественного разведчика, героя одного из самых известных фильмов Шендартенфюрера Шкирлица Юлиан Семёнович Семёнов. И, конечно, сейчас можно с уверенностью сказать, что романы Юлиана Семёнова вносили разнообразие в монотонную жизнь советских людей. Потому что в основном в советское время, вы сами знаете, что когда мы приходили в книжный магазин, то, скорее всего, на полках было очень много публицистической литературы, в общем-то, многочисленные распечатки съездок партии, плену, художественной литературы было мало, а детективов было и того меньше. И как раз книги Юлиана Семёнова просто в библиотеках были нарасхват. Также все ждали знаменитую роман «Вадима» с романами Юлианы Семёнова. И вот во времена дефицита зарубежных и причинчатых произведений книги Семёнова были настоящей находкой для поклонников адаптивного жанра. Настоящая фамилия писателя не Семёнов, а Яндерс. Родился он в 1931 году в Москве. Его отцом был известный литератор Семёнов Яндерс, а мать — учительница. И, конечно, он получил хорошее образование. В 1954 году окончил институт востоковедения. По окончании института он преподавал в МГУ афганский язык к Ушту и одновременно учился там же на ИСПАКе. Но надо сказать, что получить высшее образование и всё в своём таланте оказалось для Семёнова довольно большой проблемой, поскольку, когда он учился в институте востоковедения, по несправедливому обвинению был арестован его отец. И, как тогда, в общем-то, полагалось, Ильяду Семёнову посоветовали от отца отказаться. Юноша сказал, что этого никогда не будет. И тогда ему предложили уйти из института. Точнее, он был из института просто отчислен. Но говорят, что в то время он ещё оделся малой кровью. То есть сначала из института он был отчислен. Какое-то время он работал. Потом, когда отец был оправдан, Юлияда Семёнова снова возвращается, восстанавливается в институте и его заканчивают. С 1955 года Семёнов начинает пробовать себя в журналистике и печатать из таких известных журналов, как «Газета правда», «Литературная газета», «Комсомольская правда», «Смена». И в 1960 году очень радо для своих лет становится членом Союза писателей. Но начинал он своё творчество совершенно не с двух ученческих романов, а с психологических новелл. Это «В дождь в водосточных трупах», «В горах маню сердца», «Прощание с любимой женщиной». Я думаю, что вряд ли кто-то читал эти новеллы. И, в общем-то, к сожалению, сейчас их на прилавках в магазинах нет, и мы не можем их прочитать. А журналистская деятельность, конечно, Семёнова была очень бурная. Он ездил в тайгу, встречался с охотниками на «Тигров», ездил на Северный полюс, на полярную станцию, много раз ездил на строительство Албама. Также впоследствии он становится, слушая журналистом и международником, ездит в Афганистан, Испанию, Чили, Купу и Парагвай. Также он выслеживает укрывающихся от возмездия гитлеровцев, главарей сицилийской мафии и принимает участие даже в боевых операциях вьетнамских и лавоских партизан. То есть он очень много лет работал не просто корреспондентом, а военным корреспондентом. Первая повесть детективного характера, называется «Дипломатический агент», была написана Юлианом Семеновым в 1959 году во время его пребывания в Афганистане. И сюжетом этой повести были положены приключения востоковеда Виткевича, который являлся дипломатом и одновременно тайным агентом или разведчиком. И эта повесть положила начало творческого пути Семенова на детективной ниве. Следующие повести уже носят детективный характер. Это «49 часов 25 минут» 60-й год, «Уходят, чтобы вернуться» 61-й год, «При исполнении служебных обязанностей» 62-й, «Маршрут» СП-15 «Борнео» 1971-й, «Нахадзия за волком» 74-й и «Капричоза по Сицилийске» 78-й год. А дальше в 63-е годы он начинает писать и детективные книги, посвященные будням советской милиции. В 63-м году он пишет «Петровка» 38, в 72-м «Огорева» 6, это «Продолжение Петровки 38» и в 79-м году «Противостояние». Эти повести имели очень большой успех. Но хотя именно повести о милиции принесли Семенову успех, Семенов резко прекращает писать милицейские романы и повести, его влечет к себе иноземная действительность. И тут появляется его знаменитый герой Максим Максимович Исаев, который впоследствии стал известен как Штинец. Этот персонаж, известный герой из Ольга романа «Семнадцатого мгновения весны», пишет, Илья Семенов написал целую биографию Исаева, которая состоит из многих романов. И в этих романах проходит вся история 20-го века, от гражданской войны вплоть до конца 20-го века борьба против распространения атомного оружия. Это целых 12 произведений, среди которых «Бриллианты для дикатуры прелетариата», «Пароль Минушин», «Альтернатива», «Третья карта», «Майор Вихрь», «Обва для председателя» и многие другие. Очень часто много было споров, кто же стал прототипом полковника Исаева. Ну, естественно, что все-таки образ этот, конечно, собирательный. И он, в общем-то, собран из многих разведчиков. Потому что, ну, в общем-то, я думаю, что Семенову было бы неинтересно взять биографию одного разведчика и ее... И тогда он мог бы, если по одной биографии написать, скорее всего, только один, ну, два-три романа. На 12 романов одну биографию разглашить, наверное, было бы очень сложно. Но считается, что одним из главных прототипов Исаева принято считать как раз не русского разведчика, а немецкого антифашиста Вилья Ильемана, который работал на СССР. Но, в общем-то, не очень долго. Это чистокровный немец. Он служил в полицейской контрразведке Германии. Гитлеровскому режиму отнесся отрицательно и стал антифашистом. И один из его лучших друзей, тоже антифашист, поведал о его настроениях сотруднику советской реализентуры в Германии. В 1936 году Вилья Ильеман был назначен начальником отдела контрразведки на предприятиях военной промышленности Германии. И он начинает сообщать о производстве нового вида боевой техники. Это бронетранспортеры и самоходные орудия, также цельнометанические истребители, о закладке 70-ти океанских подводных лодок и также о разработке неравнополитических отравляющих веществ. А 19 июня 1941 года, 1941 году, именно Германии сообщали о том, что готовится нападение на Советский Союз. И вторшение начнется в 3 часа 22 июня 1941 года. Но с началом войны связь с Леманом прекращается окончательно. Но единственная попытка возобновить связь с Леманом, к сожалению, закончилась трагически. 5 августа 1942 года в район Брянска были сброшены на парашютах два советских агента немцев по национальности. Они должны были пробраться в Берлин и разыскать Лемана. Но их захватила гестапо, они не выдержали пыток и цель своего появления выдали. Поэтому в начале декабря 1942 года Лемана арестовали и он был немедленно расстрелян и дело его уничтожили, чтобы не бросить Демана гестапо. Короче, если, конечно, была бы взята именно судьба Лемана, наверное, этой судьбы хватило бы на один-два романа, потому что Леман погибает уже в 1942 году. А дело Штирлица продолжается. Поэтому Штирлицу, конечно, придумала другая биография. Его приключения начинаются в 1920-е годы на Дальнем Востоке, завершаются в конце 60-х годов в Западной Германии. Сам Леман Семенов неоднократно говорил, что одним из прототипов Штирлица был знаменитый разведчик Норман Вородин. Он на фотографии слева. Он сын Михаила Маковича Вородина, который в 1920-е годы был главным политическим советником в Китае. По другим версиям, прототипом был также создатель нелегальной разведки Александр Михайлович Коротков. Он на фотографии справа. Также по сообщениям газеты «Вести» фортотипом Штирлица также мог быть советский разведчик Исай Исайевич Воровой, который жил в Германии с конца 1920-х годов. Позднее он работал в ведомстве Гиммлера. В 1944 году он был арестован, но после смерти Сталина был главным свидетелем обвинения на процессе по делу беды. И весьма вероятным прототипом Штирлица мог быть брат Сергея Михайловича Михайлович Короткова. Юлиан Семенов был женат на Екатерине, дочери Натальи Петровны-Толчиновской от первого брака. И вот факты биографии Михайлович Короткова. В начале Великой Отечественной войны он служил в особом отделе Юго-Западного фронта. В сентябре 1941 года попал в плен, дышал, далее продолжал службу в тылу врага в качестве агента-нелегала, снарушая разведу органы Красной Армии важными оперативными следствиями. В 1945 году во время боя в немецкой форме перешел в релиз фронта и был задержан органами военной контрразведки СМЕРШ. По обвинению в сотрудничестве с немецкой разведкой он был в пять лет заключения сначала в Ефортовской тюрьме, потом в одном из лоберей на Дальнем Востоке, а в 1956 году был реабилитирован. И, скорее всего, Юлиан Семенов подчеркнул часть истории Штирлица из семейных рассказов Михаила Михайловича. А как раз перед вами портрет Михаила Михалкова в воденной форме. Это вот действительный портрет из архивов Семьи Михалковых. Также огромной популярностью пользовался шпионский роман «Тас у полномочий заявить», который впоследствии экранизировали. Но не только «Тас у полномочий заявить», но многие другие произведения также продолжили свою жизнь на экране. Всего было экранизировано 20 повестей романов Юлиана Семенова. Это «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Петровка 38», «Огарева 6». Но, однако, их успех все же не сравним с успехом «Семнадцати мгновений весны», четырехсерийный фильм, который поставила известный режиссер Татьяна Льозова. Кстати, замысел картины возник благодаря поддержке председателя КГБ Юлии Андропова. Именно он дал разрешение Юлиану Семенову на работу в секретных архивах советской разведки. А курировать проект было поручено Семену Свягуну, личному другу Брежнева и вместителю Андропова. Также есть факты о том, что Андропов и Семенов дружили и были друзьями. Но, в общем-то, конечно, ни Семенов, ни Андропов не показывали своих дружеских связей, своих дружеских близостей. Но именно благодаря Андропову Юлиану Семенова были открыты все архивы КГБ. Вот отсюда, так сказать, огромное количество сюжетов и огромное количество материалов, потому что самому писателю было бы, в общем-то, такое количество не придумать и такое количество материалов для наивции. Первоначальный сценарий на основе одноименного романа был предложен киностудии Ленфейн. Но Татьяна Льознова, она была супругой всесильного председателя за музыки и мотокартистов Льва Кулиншарова, заявила писателю, что снимать фильм будет она. И работа длилась целых три года. Ну, конечно, нельзя сказать, что союз Юлиана Семенова творчества и Татьяны Льозновы был безоблачным, потому что они все время спорили. Юлиан Семенов хотел сделать картину, ну, как можно, более документальной. А Татьяна Льознова, она пыталась как-то штыргиться в этой картине, очеловечить, сделать его, как говорится, сделать картину немножечко более, может, абагиерической и сентиментальной. Семенову это не нравилось, и на съемочной площадке постоянно разгорались сборы, конфликты. И иногда даже Юлиан Семенова звонила Андропову, и Андропову приходилось в этом, так скажем, в споры творческие вмешиваться. Но, к сожалению, после окончания картины Льознова и Семенов рассорились настолько, что больше ни одного фильма по сценарию Семенова-Льознова не сняла. Самое удивительное, при встрече они с друг другом даже не оздоровались. Кстати, в сценарии появился эпизод, который стал одним из самых известных картин. Это встреча Штыргитса с женой. Этот эпизод списали с биографией реального резидента, который после долгой работы за границей очень хотел встретиться с женой. И ему разрешили, правда, свидание происходило в номере отеля, а режиссеры фильма решили сделать это свидание более романтичным. Кстати, Семенов, когда узнал о том, что в картину включается этот эпизод, просто пришел в бешенство, просил Льознову это немедленно убрать. Он считал, что это совершенно ненужная лирика, что это не его Штыргитс, но Льознова стояла. И, в общем-то, все-таки эпизод был включен в картину. И, в общем-то, собственно говоря, от этого эпизода, я думаю, картина только выиграла. Сейчас мы этот эпизод короткий еще раз посмотрим. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ КОНЕЦ Кстати, Штыргитс в исполнении Тихонова Старасу стал народным героем, всеобщим любимцем, центральным персонажем многих и дальше многих анекдотов. Его имя стало нарицательным, обозначении проницательного и умеющего ловко конспирироваться и, главное, необычайно везучего человека. Им восхищались взрослые и даже в него играли дети. Кстати, конечно, очень жалко, что союз Семенова и Льозного не сложился, поскольку, наверное, очень многие экранизации произведений Семенова, если бы тоже экранизировала Льозного, наверное, бы выиграли, потому что, в общем-то, фильм «17 мгновений весны», конечно, от лирических моментов не проиграл, а только выиграл. И, в общем-то, великолепная музыка Микаила Торревердиева также оказала очень большое, помогла успеху фильма. Но Семенов, и это уже будем отмечать дальше, был человеком очень упрямым. Если, как говорится, он чего-то не хотел, то передубедить его было невозможно. Ну, дальше, если это было в плюс, не в минус. Фразы из фильма цитировались в применительных жизненных ситуациях. Например, Штирлиц, а вас я попрошу остаться, Штирлиц шел к Мюллеру и так далее. Также в фильме снимались такие знаменитые актеры, как Реалин Броневой, Табаков, Пьяк, Ив Стивни, Дуров. Вкупе с острым Семеновским сюжетом это все способствовало превращению фильма в настоящий шедевр отечественного фильма. И, в общем-то, до сих пор, конечно, этот фильм один из, возможно, лучших фильмов, созданных в Садинском Союзе. А сейчас мы посмотрим еще один небольшой отрывок из кинофильма «Семнадцатого годовения весны». Песня «Семнадцатого годовения весны» Песня «Семнадцатого годовения весны» Песня «Семнадцатого годовения весны» У каждого мгновенья свой визон, Свои колокола, своя отметина, Мгновенья раздают композон. Кому без слави, а кому без смерти, С пухотных мгновеньей все в конторах. Течет с небеса обыкновенно, И ты, порой, почти полжизни, все. Там придет мою обыкновенность. Кстати, после выхода фильма «Семнадцатый» «Навидение сны» все его создатели, это режиссеры, операторы, основные актеры, получили государственную премию РСФСР. Но самое удивительное, что единственной, кого не было в списке награжденных, это был Юлиан Семенов. Он был очень обижен, впал в глубокую депрессию, но тогда он еще был молод, жизнелюбив. И потом, в конце концов, он как-то пришел в себя и снова начал писать. Хотя, в общем-то, Юрий Владимирович Андропов узнал о том, что Семенову государственную премию не дали, и впоследствии Семенову премию все-таки дали. Пик творчества Семенова пришелся на Брежневскую эпоху. Хотя, вроде бы, был период застоя, железный занавес, но Семенову удавалось ввесить по всему свету, встречался с удивительными людьми, отовсюду привозил статьи, очерки, романы и также воспроизводил точную картину с лучшим закулисных интриг международной политики. Даже на Западе читатели и издатели приходили в восторг. Завистники из числа современников обвиняли его в близости к ведомству Андропова, считали календарщиком и называли пенсом КГБ. И также впервые появилась такая утка, что на Семенова работает целая бригада литературных метров, потому что очень много выходит в произведение, в произведение выходит один за другим. Но сам Семенов любил повторять, что у писателя должна быть чугунная задница, то есть весь секрет дисциплины и трудолюбия. Семенов месяцами просиживал в архивах, ездил по стороне в поисках материала для своих книг и в то же время делал свою работу штатного журналистка. Но когда у Семенова появлялась какая-то идея, то в основном большинство своих книг он писал либо на даче, либо за границей. Причем за границей его выпускали, очень много книг написано в Германии, он уезжал в Германию, снимал где-то за городом номер гостиницы и мог там неделями писать. Так же, как и писал очень много произведений на своей даче в Крыму. Причем самое удивительное, что когда он писал книгу, он практически не спал. Работал он быстро. Это была неделя, две, максимум три. Для того, чтобы практически не спать, он постоянно заваривал чай. Самое удивительное, что на даче, как вспоминали его друзья, у него был детский ночной горшок, самое удивительное, не кастрюля, а детский ночной горшок, в котором он заваривал чайфири. То есть он туда пускал целую пачку индийского чая, взрывал кипятком и пил через равные промежутки времени. К сожалению, для него это была единственная возможность работать. То есть он могла работать на нервном и психологическом подъеме, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, каждое из вот таких вот написаний произведений заканчивалось, в общем-то, для Симуново почти гиперрогическим кризом, поскольку у него с молодых лет от употребления такого концентрированного чая начало подниматься давление. К врачу он не обращался, не любил обращаться. Одновременно с этим, после вот каждого написания произведения, то есть у Симунова как бы Симунов расслаблялся и, к сожалению, это все выливалось в проблемы с алкоголем. Ну, алкоголиком он не был, но после интенсивной работы у него часто начинался отдых, который выливался в запой, который тоже заканчивался очень высоким давлением, проблемами с сердцем, и, конечно, впоследствии это тоже способствовало его раннему уходу из жизни. Но человеком он был творческим, человеком он был богином, то есть он работал на всю катушку и расслаблялся тоже на всю катушку, поскольку по-другому он просто не мог. Также Симунов был одним из пионеров жанра журналистские расследования в советской периодике. В 1974 году в Мандриде ему удалось взять интервью у нацистского преступника и любимца Китлера Отто Скорбцени. Он как раз у нас на фотографии посередине. Кстати, Скорбцени до этого категорически отказывался встречаться с журналистами. Работая корреспондентом литературной газеты в Германии, Сапи берет интервью у рейхс-министра Альберта Шпейра. Это, могу я на этой фотографии, а также одного из лидеров лицесс Карла Вольфа. Беседы с ними, а также история расследования о поисках литарной комбиты и других культурных ценностей, перемещенных из России за границу во время Второй мировой войны, были опубликованы Симуновым в 1983 году. Книга называлась «Лицом к лицу». А в 1982 году Юлиану Семенову присуждали звание заслуженного деятеля искусств СССР. Также он действительно член Академии наук США, секретарь правления Союза писателей СССР, вице-президент общества «Дружба СССР-Аргентина», член Советского комитета солидарности со странами Латинской Америки. Также, совместно с бароном Эдуардом фон Файл-Скейном, русским аристократом и мигратором первой волны, Семенов занимается поиском и возвращением в Россию утраченных культурных ценностей. Так, были возвращены прав Фёдора Ивановича Шаляпина, часть библиотеки Дягинева Лепаря, уникальный ревелент с изображением царской семьи из Левадийского дворца и многие другие культурные ценности. Также в творчестве Семенова многое связано с Крымом. И Семенов Крым очень любил. Работал он сначала в Доме творчества писателей в Коктебеле, в гостинице «Ялта», в санатории «Россия», в Доме творчества литфонда имени Чехова. Ну а впоследствии он решил купить в Крыму участок земли. В 1983 году он покупает участок земли, небольшой, 7 соток, на горном столе в посёлке Алила, это 30 километров от Ялты, на трассе семьи Сфорос. Там он строит небольшой двухэтажный дом, адрес улицы Победы, 7. И этот дом становится его литературной мастерской на многие годы. Окно кабинета Семенова входит на юг и открывается вид на Чёрное море. Называл Семенов этот дом «Моё тайное убежище». А в 1988 году Юлиан Семенов, Василий Иванов и Виталий Соломин открывают Московский экспериментальный театр «Детектив». Он располагался в помещении Центрального дома офицера на Лубянке, в 1912. Ставится там театр, а столь сюжетные пьесы и детские спектакли. Но в 1992 году, когда Семенов тяжело заболел, а труппой руководил Борис Иванов, то Василий Иванов, уникальный театр был закрыт из-за конфликта на почве аренды помещения. И еще, к сожалению, больше он так и не открылся. А в 1989 году Семенов учредил первое частное советское издание «Бюллетень совершенно секретно». Для работы он привлек ведущего программы «Взгляд» Евгения Тодолева, а также журналиста Александра Крешкова. Кстати, журналист Александр Крешков позднее был отравлен в Париже на совместном ужине с главным редактором французского журнала «USD». Но есть даже такое мнение, что это было покушение не на Крешкова, а на Семенова. Но, в общем-то, никаких, так сказать, подтверждений этого нет. Разница между «Совершенно секретно» и «Огоньком», и «Московскими новостями» была в одном. Потому что Ревьян Семенов создавал газету с чистого листа. А «Московские новости» и «Огоньком» — это еще было советское издание, которое впоследствии переросло в российское. Хотя Семенов был амбициозным человеком, у которого была всенародная слава, достаток, обеспеченный 10-миллионным тиражом его изданий, но он во всем хотел быть первым. И «Совершенно секретно» вошла в историю отечественной журналистики как первая независимая, недосударственная СМИ в нашем послеволюционном отечестве. Самый удивительный в своей газете Семенов себе не назначил даже никакой зарплаты. Также затем Семенов основал издательство «Дэн» и журнал «Детектив и политика». Наверное, вот как раз во время перестройки вы помните вот эти вот издания и журнал, и книжки, в общем-то, первые книжки, которые появились в мягком перекрытии, в издательстве «Дэн». Также в «Годы перестройки» он пишет произведение «Репортер» «Тайна Кутузовского проспекта» и написанные романы «Процесс-38». Также он пишет книгу «Лимониан и неизвестный Лимонов», где он рассказывает о возвращении Лимонова из эмиграции в СССР. А самая последняя книга Семенова о разведчике Исаилии Штирлица была опубликована в 89-м году. Называется она «Отчаяние». Причем это самая неизвестная книга Семенова. И, в общем-то, эта книга, она побивается из всего цикла «Отчаяние Штирлица», потому что действительно от этой книги леет отчаянием. И, в общем-то, всех эта книга, кто ее читал, удивила, потому что ни Семенов, ни его герои никогда отчаянно не предавались. Но, в общем-то, эта книга написана под влиянием событий, которые происходили в стране, потому что Семенов одновременно и принимал, и не принимал перестройку. Надо сказать, что «Отчаяние» для самого Семенова оказалось прородческой книгой, потому что через два года после ее публикации писатель переносит инсульт. И почти три года после этого, до самой своей смерти, в сентябре 93-го, Семенов практически прикол на кровати. Он в общей сложности перенес четыре инсульта. И самое страшное, что очень сильный и деятельный человек в конце жизни, в общем-то, превратился практически в овощ, потому что после каждого инсульта умирала часть головного мозга, он терял навыки, переставал узнавать людей, особенно после последних инсультов, не узнавал даже своих близких. Яркий, талантливый, успешный человек в конце жизни столкнулся со всей полнотой отчаяния, на которой незадолго до этого обрек своего главного литературного героя. Никто не знает его совпадения, мистика или злой рок. Он жаждал перемен, он страстно их желал. Писал Горбачеву, «Умоляю вас, Михаил Сергеевич, дайте людям землю, наше – это ничье». Но распады СССР не хотел точно, он хотел сильной страны. Так писала его дочь. После внезапного инсульта, который скончился в 1990 году, Семенов, вернуться к работе, конечно, уже не смог, скончался 5 сентября 1993 года. На своей даче в Крыму, в Бухоладке. Как по его просьбе, прав было развеяно Чемное море, а на Новодевичьем кладбище установлен кенотап. То есть это надгробие, под которым, в общем-то, находится могила. «Болезнь и смерть» писателя до сих пор повод для версии о его устранении. Ольга Семенова в фильме «Рассказы об отце» или «Юлиан Семенову глазами дочери» сказала, что ее отца устранили. Версия проговорена в фильме, он слишком многое знал, снятым по сценарию Дмитрия Ильиханова. Также слово «устранение» упоминалось в воспоминаниях бывших коллег-писателей. Режиссер Борис Григорий в одном из госсетных интервью говорил, конечно, мы смертны, но с болезнью и смертью Семенова не все чисто. Мне кажется, ему просто помогли уйти. «Юлиан многим переходил дорогу, многим был неудобен, потому что здесь такие сферы, в которых его не хотели пускать. Поэтому обширный институт, который с ним якобы случился, внушает небольшие подозрения. Конечно, это только мое ощущение, я не врач, никаких доказательств у меня нет». Кстати, заинтересовавшись этим вопросом, я посмотрела на ютюбе фильм «Юлиан Семенов, он слишком много знал». Там утверждают, что Ильяна Семенова убивали врачи, но я считаю, что это, конечно, заявление очень субъективное, поскольку никаких доказательств нет. Это с одной стороны. С другой стороны, Юлиан Семенов очень рано начал страдать высоким давлением, то есть каждое его произведение заканчивалось гиперпрактическим и гипердоническим кризом, он никогда не лечился, поэтому институт вполне мог быть закономерным последствием его работы, которая была практически работой на износ. Ну и немного о личной жизни писателя, которая, к сожалению, была очень сложная. Юлиан Семенов был женат на Екатерине Сергеевне, это родная дочь Натальи Петровны Кончаровской, от первого брака. И это была приемная дочь Сергея Михалкова. Этот роман развивался очень быстро, и когда Екатерина и Семенов поженились, то возникло очень много сложностей, поскольку Юлиану Семенову даже в голосах говорили, что он женится по расчету и рассчитывает на покровительство богатого теста. И поэтому первые годы Семеновы живут очень бедно, и даже, как говорила Екатерина Семенова, они часто деревья на двоих пачках пельменей сдавали в ломбард дорогие вещи, то есть украшения Екатерины, но никогда не обращались за помощью к богатым родне, к Сергею Михалкову, потому что это еще больше подогрело бы сплетни и слухи. Екатерина в те годы молча терпела все тяготы, помогала Мушеву перепечатывать ему рассказы и повести. Питались они очень плохо, как она говорила, обеды готовились практически из ничего. Но в течение нескольких лет Семенов, благодаря своей поразительной трудоспособности, большим тиражам, поднял семью на ноги и обеспечил жену и двух своих дочерей практически всем необходимым. Но как раз именно в то время в семье начались очень большие сложности и конфликты. Поскольку Семенов стал знаменитым, у него появилось очень много поклонниц. А его жена Екатерина была женщиной очень ревнивой. И она постоянно устраивала мужу сцены ревности, скандалы, и дома работать Семенов практически не мог. И к тому же, жена ревновала Семенова не только женщинам, к его друзьям. Ревновала его... Постоянно ему говорило, что он мало времени проводит дома. И сама Екатерина в интервью считает, что муж ей заменял уже на третий год после свадьбы. И несмотря на солидный супружеский стаж, супруги в конце концов решили развестись. Этот вопрос, конечно, решался очень болезненно, поскольку любовь между ними была, но... И жить было... Да, были две дочери, но жить вместе было практически невозможно, потому что это была не жизнь, а один сплошной непрекращающийся скандал. И Семенов предложил жене, что она останется в московской квартире, он будет жить на даче в Подмосковье или на даче в Крыму. В московской квартире он не будет появляться. Также он ей сказал, что они могут развестись, он не имеет ничего против, а могут и не разводиться. В последствии они пришли к тому, что разводиться они не будут, а просто разъедутся по разным домам. Самое удивительное, что их семейная жизнь, несмотря на то, что семейная жизнь была сложной, но когда с Юлианом приключился инсульт, он был прикован к постели, то, конечно, жена к нему сразу же вернулась и ухаживала за ним до самой смерти. И несмотря на то, что Екатерина вернулась к мужу после 13 лет разлуки, он с теплотой смотрел на свою жену, которая ухаживала за ним до самого конца. К сожалению, он не мог сказать ей ни одного слова благодарности, потому что говорить он уже не мог. И, в общем-то, конечно, о Екатерине Семеновой я думаю, что мы не будем говорить ничего плохого, поскольку женой писателя, особенно русского писателя, быть очень сложно. И, в общем-то, она не могла быть женой писателя. В общем-то, мало у кого из русских писателей были хорошие, терпеливые, преданные жены, которые могли выдерживать все нюансы их личности. У старшей дочери Халкова и Семенова художница Дарья жила на Кипре. Вернулась в Россию, у нее двое детей, Максим и Филин. Как раз она очень похожа на шнур, это ее фотография. Младшая дочь Ольга, журналист, выпускница театрального училища имени Щукина, автор книги Юлиан Семенов, жила во Франции. Возглавляет культурный фонд Юлиана Семенова. А также у нее двое детей, Алиса и Юлиан, как раз сын, назван в честь отца. Самое удивительное, что Семенов был прекрасным отцом и отношения между ним и дочерями всегда были самыми теплыми. Конечно, Юлиан Семенов предложил все усилия, чтобы у дочерей было все самое-самое лучшее. Они получили блестящее образование, постоянно переписывали с отцом, встречались. И вот особенно близкие отношения у него были с младшей дочерью Ольгой, которая написала о нем книгу и создала даже музей своего легендарного отца. Сейчас у нас буквально два слова о музее Юлиана Семенова. Как раз он был организован на даче в мухоладке и как раз Ольга решила, что в этом доме после отца никто не будет жить, а там будет именно его музей. Как я уже говорила, дом был приобретен в 1983 году в поселке Алиба и называл ее Семенов Вилла Штирлец. В этом доме были написаны такие романы, как приказано выжить, нас уполномочен заявить, аукцион, экспансия, горение, написанные романы, тайны Кутузовского проспекта, версии и лицом к лицу. Я нашла вот Кутузовский проспект, Красная Рябина, картинка такая красивая. Экспозиция в музее располагается в нескольких комнатах первого этажа и там как раз сохранилось все так, как было при Юлиане Семенове. В стенах этого дома было очень много известных гостей. Вот перед вами фотография Аллы Пугачева. Алла Пугачева была, кстати, очень дружна с Юлианом Семеновым, постоянно приезжала к нему на дачу. Также туда приезжал Даша Андрей Андреевич Горамыка. Часто приезжал барон Эдуард Александрович фон Пальц Феев, меценат, с которым Семенов отыскивал сокровища российские, которые были вывезли на заграницу. В музее сохранилась знаменитая пишущая машинка Юлиана Семенова. Это была югославская юнис. Также среди экспонатов в кабинете на рабочем столе решили как бы план Нади, листы с правкой, кассетный диктофон, записка от руки «Я скоро вернусь». Это подлинная записка. На стенах дома картины старшей дочери Дарьи, фотографии с автографией легендарных личностей XX века, с которыми был знаком Юлиан Семенов. Также дарственная подпись на обложке книги самого от Скорцени область штурман фюрера СС и немецкого универсанта. На камине собраны сувениры из командирок. Это изрешеченный кулимя 15 кусок фюзеляжа американского самоюта, думеранг, копье австралийских аборигенов, инкрустированный рог и деревянная фигурка монаха. А здесь как раз перед вами эта мебельная стерка, в которой книги расставлены руками самого Юлиана Семена. В доме, как вы видите, все довольно просто и аскетично и ничего лишнего. Но дух самым лучшим образом сохранил дух этой эпохи, дух самого писателя, потому что как раз дочь сохранила все, как было при отце. Так как этот музей не очень известен, толк туристов здесь практически не бывает, место довольно глупое, и в общем-то наследие Семенова до сих пор к достоинству не оценено. Для просмотра открыто прихожая, кухня, рабочий кабинет и спальня писателя. Музей поддерживается усилиями дочери писателя Ольги Ивряновой Семеновой, и денег в самый удивительный вход в музей не берут. Но Ольга следит за тем, чтобы все было очень ухожено, везде была видна забота и память о том, что осталось у легендарного писателя. Есть у нас в стране и память Ивряновой Ивряновой Семенову, который появился в 2012 году в Ялте. Расположен он неподалеку от отеля Арианда. Именно в Крыму Семенов создавал свои самые известные произведения, и поэтому там выбрано место для его памятника. Как раз рядом с гостиницей, где собирались члены Международной Ассоциации писателей-докративщиков. Инициатором установки памятника выступил Московский фонд имени писателя при поддержке ряда деятелей культуры. Автором скульптурной композиции стал известный искустор Лухаришников. Фигура Ивряна Семенова довольно массивная, в руках у него находится блокнот. Художнику удалось поймать момент, когда прозаец присел на стул, сделал блокнот очередную запись и в задумчивости опустил рюк на камеру. Старшественные церемонии открытия памятника установлено при инициативе Московского культурного фонда приняли участие его автор это академик Александр Рухаришников в макографии, а также дочери писателя Дарья Ивольфа, представитель Союза журналистов России Всеволода Богданов и участники тринадцатого телегинофорума вместе. А на постаменте памятника оптимистические строки. Я писал мои книги для того, чтобы люди поняли, в мире нет безысходности, всегда есть выход, только надо надеяться на свою силу и во всем видеть красоту. А сейчас мы с вами посмотрим небольшой документальный фильм, посвященный Юлиану Семенову. Редактор субтитров Он ехал в машине к пристани, где его уже ждал запрактованный пароход с американцами. Но доехать до цели он не успел. С тех пор его жизнь распоряжались только врачи. Спустя год человека не стало. По словам жены, это было наказанием писать его за грехи. Она считала, что так он был отмщен за все любное, что сделал врачи. У меня инфаркан не было, не было с ума. Но скажу, что будет по-моему цикровать. Я буду как-то поехать. Я люблю сколько вас дошел и причин. Итак, сегодня мы как раз еще раз вспомнили в самом деле великого мастера-детектива. Сейчас, к сожалению, очень жаль, что сейчас таких мастеров практически нет. И, как говорится, детективы, которые пишут сейчас, мы читаем и тут же забываем. Ну, поэтому еще раз рекомендую подойти к выставке и возможно выбрать на этой выставке то, что вы не читали, еще раз прочитать, сравнить детективы Семенова с тем, что пишут сейчас. И, в общем-то, я думаю, что, конечно, сравнение будет в пользу все-таки Юлиана Семенова. Я сама просто желаю, что вы можете пригласить вас в следующий кубер. У нас будет Международный день зрения. И как раз вы сможете встретиться с врачом в этот день, который вам даст рекомендации, как сохранить период в пожилом возрасте. Потому что это... так, как раз вы можете это... это... как раз сделать это... как раз